Больше, как 300 детей со шмат детных и малозабеспеченных семьях запросили на доброчинную калядную елку. Гомельская православная епархия по традиции организовала яе на территории Спаса Преображенского храма. У дельников свята чекала шмат интересных. Для их подрихтовали насыщенную забавляльно-познавальную программу, в которой получились элементы народных традиций и религийной культуры. Сюжет театрализованного представления зрозумел и усим. Народилась и не мауляя, которая принесла на землю новую эру – христианство. Дети смогли поудельничать в шматликих конкурсах и гульнях. Дорослые в свою чергу отримали макшимость наведать доброчинный кермаш, где можно было набыть паштоки, сделанные прихожанами храма. Завершилось и яскравое представление святочным фейерверком. И несмотря на такую холодную погоду, у нас праздник состоялся. Мы видим на лицах детей улыбки, это самое главное. В этом году он у нас немножко своеобразный. Мы сделали дом Деда Мороза, уже третий день к нему не закрывается дверь. Поэтому хочется поздравить всех с Рождеством, пожелать здоровья, сил крепких, помощи Божьей, и чтобы у нас была в сердце радость. По доброй традиции урожство отбылся и галлонный колядный концерт. На сцене ни одного запрошенного замежного артиста. У все выступления ладили талиновитые гомельские коллективы. На протягу амаль полутора годин у стенах Громадско-культурного центра гучала духовная и эстрадная музыка. Свою творчость присутным подарили профессийные и аматорские гомельские коллективы, которые выполнили лепшие творы со своего репертуару. На протягу сего вечера у зале пановала атмосфера соправданного свята. Рожство – это час суда и подарунка у свята один для всех. Для соправданных верников народжение Христова дает надею, наполняя жизнь широй радостью и добрыми чаканьями. Это час реализации жаданья, милосердности, миру и любови. Субтитры создавал DimaTorzok